Всем привет, вы на канале Вечное Лето. Сегодня у нас второй день в Чангмайе. Я сегодня проснулся почему-то пораньше. Время сейчас 7 утра. Я уже принял душ и сейчас смотрю на вид, который у нас с отеля. Открывается на горы. Там в горе есть какой-то храм, по-моему. Вечером видно было, что он светился. Я подумал, блин, было бы классно туда как-нибудь слазить. Хотя понять не менее, как туда добраться. О, а Светик спит. Пойдемте выйдем, посмотрим, что у нас здесь на веранде. Такая вот веранда у нас на третьем этаже. Ну, здесь вид не особо интересный. Строения какие-то, дома. Я там заметил одну очень интересную лестницу. Я думаю, сейчас мы на нее слазим и посмотрим, что у нас там. Вот, посмотрите, лестница ведет на крышу. Давайте на нее, наверное, залезем и посмотрим, какой у нас откроется вид. Не знаю, как лезть с телефоном. Неудобно будет. Сейчас я его отключу на секунду. Все, друзья, я залез по лестнице. И тут открывается достаточно интересный вид на город. Ну, видно только крыши домов. Самая красивая здесь эта гора. Мне здесь нравится. Здесь какая-то легкая атмосфера. Дышать спокойно. Друзья, если вы были в Чангмайе, напишите мне в комментариях, где именно вы здесь были, какие места посещали, какие здесь есть интересные достопримечательности. Я думаю, мы сюда еще раз приедем, посмотреть все, что здесь есть. Город очень интересный. На этом пока у меня все. Будем ждать, пока проснется света. И продолжим. Всем привет. Я тоже уже проснулась, уже искупалась, оделась. Время где-то без 15.10 утра. Все ребята еще спят, по-моему. Одна Вероника и Соня не спит. И мы с Сашей. Мы договаривались, что сегодня в 10 пойдем на поиски жилья для Стаса и Ники. Поедем на басе. Сначала хотели позавтракать, но мы с Сашей сейчас съели целую упаковку какого-то воздушного риса и орешков. Поэтому что-то есть пока не хочется. Саш тем временем работает. Саша, привет. Наш телевизор мы еще не включали. Наверное, уже и не включим. Мы планируем переехать в какой-нибудь другой гест-хаус. Потому что, ну, во-первых, мы хотим жить поближе к ребятам. В зависимости от того, где они найдут квартиру, мы туда поближе тоже, наверное, переедем. Еще мы поначалу очень расстроились, что здесь нет кондиционера. Но, как выяснилось, он даже не нужен, потому что вентилятор на потолке. Очень классно охлаждает. Кондиционер даже не нужен. И мы даже вон ночью без него спали. Да, без него. Потому что тут как-то прохладнее, чем в Паттаге. Комфортная температура. И сейчас мы ничего не делаем. Ну, как Саша работает, я ничего не делаю, потому что у нас один компьютер на двоих. И как вы думаете, кто его занял? Я надеюсь, что ребята все-таки сейчас там-то мы поедем. У них вчера был бурный вечер. Да, мы вчера вернулись. Вот, а Лена с Лешей, они с нами ехали. У них годовщина знакомства, поэтому они устроили вечеринку в своем номере. И мы там еще до часа ночи сидели. И мы уже пошли спать. Они там еще сидели, 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 там кричали, что-то обсуждали. Политику. Политику там. Вот. Но мы ушли. Все, ребята начинают собираться. Почти уже все в горе. Остался тоже уже здесь. Здравствуйте. О, Вася, ты проснулся? Привет, да. Все, собрались? Да. Класс. Ну, все, значит, выезжаем. Начали волки! Вау! Мы идем вниз, для того, чтобы сдать ключи. И будем искать уже жилье для Стаса. Нам нельзя. Жизнь такие русские. Все хорошо? Все хорошо. Все приклеили номерки с наклеечками. Интересно. Мы были в Т-рум, в гестхаус. Слушай, да если что, они уже уходят, а ты потерялся. Да. Слушай, она кдмэр, вон сэр, пэдро, вон сэр. Пойдем, пойдем, все. Здесь как маленькая Италия. Си, си. Си, си. Мы сейчас идем к нашему мини-басу. К нашему биг-басу. Биг-басу. И поедем искать новое жилье или куда мы поедем. Мы искать квартиру Стасу и нам новый гест. Да. Сегодня еще с нами друзья целый день будут, а завтра они отправятся обратно. А когда мы поедем в Чангмай? Да, в Чангмай мы не поедем. Ой, девочка, кто не едет в Чангмай? Подожди, мы собираемся. Я же хотел еще по рулению. Сегодня 4 утра. Да. А мы поедем в храм на гору. Класс. В хорошем смысле. Выгружаемся, приехали. Не прошло и двух минут. Мы припарковали бас и вот кафе. Ну, в общем, ребята хотят бургеры. Ага. А я думаю, мы с тобой возьмемся в кофе и по какой-нибудь... Вот смотри, тут есть черничный пирог. 25 всего, да? Да, очень красивый. Буквально. Я бы его попробовала. Вот такой есть, смотри. Кофейный хлеб. Какая-то начинка. Миндаль, стружки. 30 ватт. Лучки по 30, вот эту 20. Нормально. Решили съесть на большой стол. Побираем, что будем есть. Возьмем что-нибудь. Омолед, наверное, съедим сейчас. Нам принесли омолед. Вот так он выглядит. Смотрите. Сырный, а мне? Да, сейчас я его попробую. Горячее. У меня село вот. Ааа. О. Довольно, сетим. Не узнам, блядь. Классический. Молодцы. А тост попробуем. Тост. О. Простяще. Да, да. Прикольно. Прикольно. Да, да. Прям тост то, что нужно. Еще мы заказали два тоста. Один с маслом, а другой с апельсиновым джемом. Только тут сколько масла кухнулись. А Света сейчас будет есть... Черничный пирог. Давай. Нет, подождите, ем черничный пирог. Столько о нем слышала. Во всяких американных фильмах первый раз ем. О, да. Это черничный пирог. Так что представьте, что ты едешь, что ты едешь. Сейчас след самый так. Я слышу, как хор поет аллилуйя. Хороший завтрак, отличное начало дня. Поэтому завтрак это хорошо и полезно. В общем, мы поели на 115 бат. Все, мы, короче, поели. Мы поели. Вася, Наташа, не поели. И приступили, что они хотели. И вроде все классно. Здесь вот ров. Вот такой вот он ширины. Стас, а можно купаться, как думаешь? Ну, дети китайских упали. Спрыгали прямо со стены у него. Прикол. Мы сейчас едем за квадрат, чтобы найти какой-нибудь кондо. Посмотрим, какие варианты, какие цены. Надеюсь, сегодня найдем. Смотрите, сколько народа катается на сигвейх здесь. Мы сейчас подъезжаем к вот этому кондоминиму. Кондоминиму. Мы сейчас подъезжаем к этому кондомини. Кондо просто. Мы сейчас подъезжаем к этому кондо. Хотел узнать, какие там цены. Здравствуйте. Дикап, мы хотим комнату. Да. Этот кондо 3 человек выше. Не этот, а 1 человек. 1 человек не может. И где у меня есть кондо, где я могу оставить 1 месяц? 1 месяц, я думаю. Может, вы рекомендуете. Если вы хотите, где-то на море, понимаете? Да, на море, на море. И пай очень слегка. В общем, узнали. Там можно арендовать только от 3 месяцев. Поэтому мы едем в следующее место. Мы сейчас были вот в этом кондо. Нам сказали, там от 3 месяцев можно арендовать. Сейчас мы едем вот сюда. Фуэрл Кондо. Хотим посмотреть, какие там есть варианты. Можно ли там заселиться на месяц. Саводи-кап. Да, говорят, здесь есть комната. Толик, это тоже дорого. Да. Здесь огромный комплекс. Правка. Там этажей 30. А еще знаете, самое главное, когда ищете жилье, надо ходить, я помню, по этажам. Смотрите маркирую. Больше всего рублей. И там прям зря. Заехали на стоянку. Сейчас попаркуемся здесь. Пойдем смотреть варианты жилья. У нас такого нет. Может, туда встать? Что-то на горке вставать. Допустим, вот же Маджестий. Маджестий такой красивый. Допустим, там я уже видел много Маджестий, чтобы паркира появилась. Очень хорошо, походи. Все. Все, походи. Все. 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 Представляете, мы не поместились по высоте. И покоряли крышу. Это просто капец Мы не проехали Покоря были потолок Сейчас Леша спускает Воздух с колес Чтоб мы могли съехать Капец И нам осталось даже чуть-чуть проехать Но блин здесь Посмотрите какой путь который мы сделали Это вообще Что там в крыше Понятно здесь Вот эти вот штуки торчат Они все покоря были Борода Я думал ты боковуху задел Не я же вижу боковуху Я уже заделал на микроавтобусе боковуху Я знаю как это Я же близко к ней стоял И выехал неровно А здесь прям И деднику точно зафигня Короче он в крышу застрял Ладно нормально Пошлось я уже думал Пиздец Потому что могло бы что угодно Могло бы прям Да да Ну кто делает такие не скидки Это если бы не было бы полок Полок Поле-менее влажно Сейчас пойдем посмотрим что здесь есть Красивые колонны Бассейн Тут есть бассейн Да и большой Наташа Прикольный Очень красивый Я бегу Как в фильме Красивая Как в фильме Блин Восхитительно Пойдемте в офис посмотрим Какие большие горшки два цветов Да Посмотри какая зелена Свет Посмотри как здесь Вообще Смотри какое дерево Как пафтники Теннисный корт Теннисная площадка Боже Тут наверное будет совсем не дешево Здесь нет комнат меньше, чем 100 квадратных метров. И минимум один бедрум, а то и больше. Субтитры подогнал «Симон»!